Если вы не просто нашли, но и смотрите это видео, я понимаю, что вы хотите жить дольше и лучше. Но это естественная потребность любого человека. И состояние печени имеет огромное значение в этом. Я вам дам несколько индикаторов, как понять, что ваша печень находится не в самом лучшем состоянии и, соответственно, что делать. Потому что это реально убийца номер один. Правда, вы можете проверить мои слова, набрать. Да, понятно, жировой гепатоз, фиброз, цирроз печени. Смертность от цирроза печени невелика. И вы знаете, она будет снижаться по той простой причине, что сегодня научились пересаживать печень. И в принципе вы можете решить, что вам не нужно ничего делать. Наберете 1055 долларов, пересадите себе половину выученной печени и, в принципе, ситуация восстановится. Вы знаете, не все так просто в королевстве датском. Если печень работает плохо, резко увеличивается частота совершенно других заболеваний, которые с печенью совершенно не связывают. А от нее это все зависит. Потому что от состояния печени зависит вязкость крови. А вязкость крови отражается легко и просто. Синдром хронической усталости, или утренняя печеночная лень, или ВСД, или депрессия, или снижение работоспособности, или снижение иммунитета. Это все практически синонимы плохой работы печени. Но если у вас печень работает плохо, эти ситуации как бы вам нарушают качество жизни. Но вязкость крови, как вы понимаете, от нее очень зависит работоспособность сердца. Потому что сердцу не все равно, что качать густую сметану или разведенное магазинное молоко. Если густая сметана, сердце быстрее изнашивается. Я понимаю, что часть из вас может на банковском счету иметь 250 тысяч долларов на пересадку сердца. Это доступная цифра сегодня. И в принципе так можно поступить. Но сердцем-то вы можете. Заменить вы его можете. Вопрос, что вы будете делать с сосудами. Они портятся от этой же причины. И от других причин. Потому что метаболические изменения, которые идут за жировым гипотозом, они резко изменяют эластичность проходимой сосудистого русла. Где вы найдете ремонтную бригаду? И за какие деньги она вас будет контролировать в режиме реального времени? Прочность сосудов протяженностью 100 тысяч километров. 2,5 оборота вокруг экватора. Вы не знаете, что творится у вас за дверьми квартиры. Не говоря о том, что сосуды. Как? Где? Это уж печень. Пока вы будете ждать пересадки половины печени, вы знаете, можно до нее не дожить. Поэтому тут нужно контролировать то, что имеете. В процессе видео, просматривая его, вы узнаете фактически причины, которые нужно контролировать, которые изменяют, нарушают работу печени. Потому что, конечно, есть еще одна группа заболеваний. Знаете, это так уже удар ниже пояса. Это онкологические заболевания. 20-25% людей уходит таким путем. Основные противораковые витамины проходят через печень. И вопрос, то, что вы их положили в пищеварительную систему и ожидаете, что от этого усилится иммунитет. Печень свое мнение на эту тему. Ваши витамины могут оказаться в канализации. Ваша иммунная система не увидит. А просматривая это видео, иммунная система уничтожит минимум одну, максимум две злокачественных опухолей. Все зависит от того, какой образ жизни вы вели. Способствуют ли вы этому или нет. Поэтому тут нужно понимать, что печень, да, она молчаливая. Парадокс в том, что как только острая боль в правом подреберье, вы бегом летите на УЗИ и узнаете, где у вас там перегид, перетяжка, желчном пузыре, в протоках. Это не опасное для жизни состояние. Но острая боль вынуждает вас это сделать. Печень не болит. Вернее, она болит, но это болью назвать нельзя. Появляется чувство камня, инородного тела, распирание, тяжесть в правом подреберье. Сделали что-то не то. Печень увеличилась слегка, натянулась капсулу, появилось вот это ощущение. Вы раздышались, привыкли к этой боли, все, боль исчезла. Сделали еще, еще раз наступили на грабли. Опять подтянулась печень, опять поболела. Не успели вы пойти к врачу, опять все, вроде как привыкли. И все, пока вы вот этим занимаетесь, ваша печень идет в сторону цирроза. Зачем вам это надо? Вы знаете, я сейчас дам вам несколько индикаторов, чтобы вы понимали, что печенью нужно заниматься. Я-то знаю, что делать, если у вас есть печень. Одна из 50 опубликованных книг так и называется. Что делать, если у вас есть печень? Я знаю. Знаете ли вы, что делать? Но вы знаете, знать и делать, это разные глаголы. Поэтому делать нужно. Большинство из вас считает, что единственная причина, по которой называется жировой гепатоз, это перенесенный гепатит или болезнь боткина, желтуха. Да, когда-то была, 100% у вас остается хронический гепатит на всю оставшуюся жизнь. И вы кандидат номер один на жировой гепатоз и на все остальные неприятности. Но кандидат, ну это не значит, что вы реально туда попадаете. Потому что от того, как вы будете себя вести, что вы будете делать, зависит скорость движения в этом направлении. Потому что печень, в принципе, у всех поголовно постоянно находится в состоянии воспаления. И отражение этого, анализ, простой анализ, вы делаете печеночные пробы, смотрите уровень трансаминаза. АЛТ, АСТ. Он всегда отличается выше нуля. Но вот чем выше, тем хуже. Потому что это темп разрушения печеночных клеток в единицу времени. То есть фактически активность воспалительного процесса в печени. И гепатит, да, он подставляет. Но вы знаете, есть другие состояния, другие индикаторы, которые показывают, что печень ваше не самое лучшее место в вашем организме. Да, она очищает кровь, но не всегда справляется. Любое пищевое отравление, которое вы перенесли, источники антоксикации в кишечнике, печень вынуждена отсекать эти токсины. Развивается явление гепатита. Поставил вам доктор реактивный гепатит или не поставил, это уже от него зависит. Но то, что в печени реактивный гепатит есть, это к гадалке не ходит. У многих пищевое отравление не острое, а хроническое. Называется дисбактериоз кишечника. Да, Мечников проверял. Минус 30% жизни. Но это на мышках, которым не создавали стрессовые условия. Если бы этим мышкам еще показывали регулярно кошку, создавали стресс. Продолжительность жизни еще быстрее сокращается, потому что резко увеличивается вязкость крови как от интоксикации, так и от эмоционального стресса. Две нагрузки сердце не выдержало. Это чемпион ухода сегодня. Хотя диагноз жировой гепатоз вам не ставят среди причин. А я бы ставил. Потому что это причина того, что человек внезапно умер от проблемы сердца и сосудов. Вы знаете, любые инфекции, в том, что и банальный ритм, ОРЗ, любая инфекция забрасывает токсины в кровь и печень их обезвреживает. И явления воспаления увеличиваются. Любые хронические интоксикации, начиная с нашей экологии, продолжая через условия труда. Кто думает о том, как уменьшить нагрузку токсическую на свой организм, работает. Да не думайте вы об этом. Вам вал по плану. Или план по валу. Вам бы быстрее, выше, сильнее. Увы. Раньше думая о родине, а потом о себе. Это было. Было когда-то. Сегодня я бы советовал больше думать о себе. Когда вы думаете о себе, вы думаете о родине. Потому что родина дала вам возможность, скажем, развиться, возможность там привлечь какую-то специальность. А теперь вы отдаете ей долг. Возвращаете ей вложенные в вас деньги. И чем дольше вы работаете, и лучше вы работаете. Тем больше вы думаете о родине. Знаете, отдать жизнь за родину, это здорово. Но это во время войны. В мирное время. Отдать не жизнь уже за родину. Отдавать знания, которые вы приобрели в процессе трудовой деятельности. И это будет правильно. У многих появляется явление гепатита. Ну, понятно. Злоупотребление алкоголя. Употребление алкоголя не влияет на этот процесс. Если вы точечно используете малыми дозами, вы усиливаете работу печени. А вот если вы злоупотребляете, понятно. Алкогольный гепатит, он присутствует. Он есть. И его тоже нельзя сбрасывать со счетов. Даже, кстати, как и медикаментозный гепатит. Кто из вас думает о том, как бы меньше принимать медикаментов? Редко кто. Принимаете медикаменты, увы, неконтролируемо. Немцы, очень педантичная нация. Статистика. Каждая вторая таблетка не санкционирована врачом. То есть принимается на свой страх и риск. Те, кто больше, чаще использует, понятно. Печень, как фильтр, вынуждена, ей без разницы. То ли бактерия какая-то произвела токсины, то ли таблетку какую-то проглотили. Как правило, все они раздражают печень и нарушают ее работу. И медикаментозный гепатит в Европе у каждого второго, потому что, увы, люди принимают медикаменты, часто не думая о последствиях. Особенно, если это сочетается еще и с современной пищей и напитками, в которых достаточно много консервантов, красителей и прочих химических веществ, которые не безразличны вашей печени. А все усиливается на несбалансированном питании. Да, автоматически. Потому что питанием можно все эти интоксикации уменьшить. Но кто у вас об этом думал? Питайтесь-то, как хотите, сам себе диетолог. Поэтому вес у вас то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Вот только у вас вверх пошел вес и задержался, ожирение равно жировой гепатоз. Только вы каким-то путем, неправильным питанием, а любой ограничительной диетой или каким-то другим способом снизили вес. Жировой гепатоз автоматически. Поэтому очень важно это понимать и делать. Потому что, знаете, жировой гепатоз это же не просто диагноз. Это отражение, фактически, нарушение работоспособности очень важного органа, который многие называют метаболический мозг. Потому что от печени зависит метаболизм. То есть наличие в крови полезных питательных веществ или полезных компонентов и отсутствие вредных. Вот когда печень не управляет теми веществами, которые нужны каждой вашей клетке в режиме реального времени, извращается обмен белков, жиров, углеводов, витаминов, макро, микроэлементов. Все. У вас не будет полноты ощущения здоровья. Будете страдать так или иначе. Только нарушился обмен углеводов. Я считаю, что уже печень не управляет обменом углеводов, если сахар 4,5 и выше. То есть 4,5 мм и выше. Эндокринолог ставит сахарный диабет при сахаре 6. Возьмите ради интереса, сделайте анализ крови сахар с нагрузкой глюкозы. То есть вам делают натощак, пьете глюкозу и смотрите сахарную кривую. Она вам покажет склонность сегодня к сахарному диабету в перспективе. Сегодня по осложнениям сахарный диабет очень серьезно нарушает и качество жизни, и продолжительность. Осложнения-то какие? Те же инфаркты, инсульты. Легко и просто. Диабетическая стопа это такая мелочь. Это косметический дефект, я бы сказал. Потому что когда снижается зрение, превращается в трубочное. Угол обзора 1-2 градуса. Посмотрите вот так вот в трубочку. То, что остается у больного с диабетом. А летят почки, почки недостаточно легко и просто. Энцефалопатия легко и просто. Мозги улетели. Человек уже этого не ощущает, не понимает. Но это же не значит о том, что ему это хорошо. Это не самый простой вариант. Когда нарушается обмен жиров, да, атеросклероз опять-таки, прочность сосудов. Вы понимаете, о чем идет речь. Сделайте себе липидограмму, посмотрите, как управляет печень обменом жиров. Это же легко и просто сделать. Нарушается обмен белков, мочевая кислота, да, она отражает это. Насколько печень управляет этим процессом. Да, вы идете в подарок. Ну, хромать, болеть, это как бы не очень. Можно принять обезболивающее. Допить печень. Вы знаете, это не самый простой вариант. Ну, про нарушение обмена витаминов и микроэлементов. Их, ну, вы знаете, я это видео месяц бы писал вам, если бы рассказывал про каждый из них. Но, снижение нервоспособности, да, снижение качества жизни, да, увеличение частоты болезней, да, их обострение, да, преждевременное старение, да, состояние мозга на это реагировать будет, депрессии однозначно. У женщин ПМС, там всякие самые... То есть, это все настолько многочисленная группа болезней, связанная с тем, что витамины, микроэлементы в недостаточных количествах попадают в организм, потому что печень их не может усвоить. Для некоторых она служит депо, и для всей массы вырабатывают белки и переносчики, для того, чтобы носить между клетками. А витамины и микроэлементы – катализаторы всех обменных процессов. Нет катализатора, все, обмен веществ падает, извращается, изменяется, гармонии не будет, все, организм разваливается по частям. Но это как бы медленно, это незаметно. Вот более жестко, когда нарушается обмен углеводов, белков и жиров. Это объединяет под названием метаболический синдром. Сахарный диабет, подагру и атеросклероз сосудов. Если к этому метаболическому синдрому добавляется еще гипертоническая болезнь, он превращается в другое название. Называется смертельный квартет. Потому что все три предыдущих диагноза, они уменьшают прочность сосудов, а гипертоническая болезнь с повышенным давлением проверяют. Вопрос, зачем это вам надо? Я уже молчу про аутоиммунные заболевания, которые на жировом гипотозе легко и просто развиваются. А аутоиммунный тироидит, тромбоцитопения, псориаз, их полно. Вопрос, зачем вам это надо? Я знаю, как помочь вашей печени лучше выполнять многочисленные функции. Я далеко не все их перечислил, да и не имеет смысл их, наверное, перечислять, потому что мы с вами уснем. Нет, я-то не уснул. Я лекцию одну читал 6,5 часов. Самое интересное, что там люди, ни один человек не уснул, хотя люди были в возрасте за 60 лет. Они все сидели, конспектировали. Два часа шла лекция, и 4,5 часа шли ответы на вопросы, которые люди задавали. Я знаю, что делать, если у вас есть печень. Одна из 50 опубликованных книг так и называется. Знаете ли вы, что делать? И вопрос, хотите ли вы что-то изменить в своей жизни? Хотите ли вы жить дольше и лучше? Если хотите, я ваше мнение, ваше желание могу увидеть по отметке, которую вы поставили на этом видео, по письмам, которые вы мне напишите, хочу жить дольше и лучше. Вопрос, как претворотить нарушение работы печени или восстановить. Потому что метаболическим мозгом не занимается никто. Все устраняют воспалительные процессы. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Не за воспалением нужно гоняться, а помочь печени выполнять ее роль в вашем организме. Метаболические функции. Тогда вы будете реально жить дольше и лучше. Поэтому я так думаю, что, наверное, это видео уже пора заканчивать. Если вы считаете, что вашим друзьям и знакомым оно тоже не повредит, отправьте ссылочку на это видео. Пусть они тоже посмотрят и примут для себя решение. За них вы решить не можете. Можно только предложить человеку жить лучше и дольше. А человек решит сам. Нужно ему это? Принято. Не нужно. Проигнорируй. Поэтому решение за вами. А я подумаю еще, какое видео написать. Для вашего здоровья и активного долголетия. Будьте здоровы. Спасибо.